Служба госдоходов И это не считая арендной платы, которая в год составляет около полумиллиона евро. Договор об аренде заключен на 30 лет. На данный момент СГД платит 13 евро за один квадратный метр в месяц. На девяти этажах разместился центр обслуживания клиентов, таможенная лаборатория, архив, библиотека и склад. Особое внимание было уделено безопасности и сохранности данных. Так был оборудован специальный сервер для хранения данных и автономный блок питания. Все двери в здании оборудованы системой замков, которые открываются при помощи электронной карты. А в места особого значения могут попасть лишь некоторые, открыв дверь с помощью отпечатка пальца. Мы находимся во внутреннем дворике нового здания СГД. На окнах решетки, и это не случайность. Таков закон, чтобы работать с государственной тайной. Отдельные кабинеты, где работают с государственной тайной, они построены вдоль, поперек внутреннего двора. И эти специальные кабинеты оборудованы с металлическими планками, чтобы не было вот этого электронного сигнала. В новом здании СГД есть несколько комнат для допросов и опознания. Однако пока эти помещения пустуют. Финансовая полиция начнет переезд в новое здание не раньше, чем через месяц. Да, мы тестили им, чтобы была стопроцентная уверенность, что она выполняет свои функции. Что с одной стороны видны лица, с другой стороны не видно, кто смотрит. На самом верху, на восьмом этаже, расположилось руководство службы госдоходов. И, как отметила гендиректор ведомства, мебель в кабинетах руководства такая же, как у остальных сотрудников службы.